Не могу сказать, что было как-то страшно, страшно совершенно не было. Приехали по договоренности во вторник, как обещали. И я уже даже грешным делом подумал. Вот этот вот Мерседес, это наш, он очень похож, но чуть-чуть не такой по комплектации. Пока планы через колено сломаны, я немного офигевший. Вроде бы, вроде бы, вроде бы, аж речь ломается. Ладно, пока, пока в режиме ожидания. В 8.36 мой поезд должен уже уехать, а он еще не приехал. Соответственно, идет сбой маршрута, а с учетом того, что я иду на трех поездах, то, возможно, будет сюрприз. С левой стороны наверняка мой Мерседес, в смысле, компания Мерседес, в которую я иду. И где-то здесь, на этой огромной площади, стоит тот автомобиль, который мне нужно осмотреть. Я очень надеюсь, что у меня будет термин. Потому что, если не будет, то весь этот путь проделан зря. Хожу вокруг этого Мерседеса, все ворота закрыты. Ну, то есть, нигде не могу зайти. Пока не понимаю, куда мне, но сейчас будем чего-то искать. Друзья, рад приветствовать вас на родной земле. Наконец-то я добрался. И сегодня я расскажу, как в этой эпохальной поездке мы покупали автомобиль у робота. Это вроде бы хорошо во время пандемии, но только не для экспорта. Поэтому вторая часть Мерседес Екуси. Погнали! Воскресенье, Франкфурт, у католиков тоже выходной. Пошел я дальше делать видео. На одной из земель, недалеко от Кёльна, мне нужно посмотреть Мерседес. Условие компании заключается в том, что я должен туда прийти с тестом на ковид, чтобы у меня не было ковида. И тест должен быть не старше одного дня. Значит, тот тест, который я делал в Украине, он не подходит, потому как он старше. И сейчас мы будем мне делать тест. Значит, что касательно цен в Германии на тест. Если тест делается 24 часа, это 69 евро. Если тест делается 12 часов, это 89 евро. И если тест делается 6 часов, то это 139 евро. Местные мне сказали, что есть некоторые аптеки в городе, в Уфенбахе я сейчас нахожусь, где можно сделать тест за 20-ку. Но момент такой, что если первый тест вообще, он делается бесплатно. Пошел делать тест на ковид еще раз. Сморкаться прям? Так хочешь соплей набрать? Или может так наковырять? Ну давай, очистывать. Так, о. Это ей давать? Нет. А, я могу. Ох, аж снега пробило. Значит, место, где мне только что сделали тест на ковид, я сейчас буду проходить. Снимать тут особо нельзя, но в счетом того, что я снимаю у себя, то вроде бы как и можно. Вот в этом окошечке у меня приняли тест и через какое-то время у меня будет результат. Поэтому ждем какое-то время для того, чтобы просто поехать посмотреть Мерседес. Скоро тут, кстати, еще одна интересная тема. Для чипированных людей можно путешествовать по Европе, для тех, у кого есть тест в желтых зонах, можно уже ходить в ресторан. То есть подходишь к ресторану, показываешь QR-код, там такая улыбочка считывается, показывается фотография человека, и окей, пожалуйста, проходи в ресторан. Но тест должен быть не старше одного дня. И если он абсолютно нормальный, то вперед, гоу! Вот так вот сейчас в Германии. Это апрель месяц. Что будет потом? Не знаю, начало апреля, сегодня шестое число. Вот в такую передрягу я попал. Пошел ждать свой тест. А, кстати, к слову о тесте. Тест первый, если он делается в Германии, делается он по паспорту. Берутся мои паспортные данные. И первый тест, он бесплатный. Следующий, по-моему, в социальной аптеке в районе 20 евро. Дальше 69. Ну, 20 это вот местные мне пригнали, сказали, вот здесь вот тест будет 20 евро. А тетя подсказала, если первый тест, то он бесплатный. Вот такая вот ситуация. Хожу вокруг этого Мерседеса, все ворота закрыты. Ну, то есть, нигде не могу зайти. Пока не понимаю, куда мне, но сейчас будем чего-то искать. Хочу сказать, что все старания, которые были проделаны для осмотра этого автомобиля, они были сделаны не зря. Почему не зря? Потому что по автомобилю вообще, ну, я долго искал, минут, наверное, 50. Я не нашел недостатка. Вон, с пробегом у него 3700 километров на данный момент. Вот, но машина этой, этой машине полгода. Это электричка. Так, ну, в общем-то, я уже предварительно посмотрел состояние везде, тупо нового автомобиля. Хочу просто нечего прицепиться. У автомобиля очень небольшой пробег. И теперь пошли по... Да, действительно, есть. Просил меня, заказчик, проверить вот эту штуку, если тут действительно есть. Ладно, с учетом того, что тут снимать нельзя. Я сейчас... Сейчас будем хитрить. Алло, Максим, добрый день, Николай. Ну, в общем, походил я вокруг этого автомобиля. Ну, состояние новой машины. То есть, тут даже еще у него пленочки на порогах светящихся IQC есть. Тест-драйв в режиме пандемии они мне предоставляют. Вот, ну, вот так говорят, смотри, автомобиль. Машина на гарантии. На батарею у нее 8 лет гарантии. На саму машину, по-моему, 3. В общем, есть этот автомобиль, он действительно живой, он не единорог. Вот он, вот такой. Конечно, сложно ограничивать себя в таком жутком ритме. Я, честно говоря, первый раз, но не суть важна. Ну, в общем, нигде даже царапин не нашел. На мультимедии снято, да? Да, пленка здесь уже снята, на мультимедии пленки нету. Кабели вонючка есть. Это у нас что? Это аптечка, жилетки где-то видео. По всем дискам я просмотрел. Они тоже не царапанные. Царапин по кузову в принципе нету. После того, как иногда смотришь какие-то трешники, то здесь очень даже веселенько. Ну, по салону ничего не могу сказать, потому как машина, вот вид нового автомобиля. Машина здесь обслужена, она под гарантию и готова к эксплуатации. Так, что мы открыли, это мы прячем. Так, включи пока сюда. И смотрим. Кабель здоровый, сетевой есть. Кабель домашний есть. Теперь, что касательно перегородки. Перегородка тоже есть. Мне очень интересно, действительно ли у него нет сервисной книжки после 2013 года. Так, это инструкция по использованию. Да, сервисной книжки у него нету. Это что? Ну, там написано, что она электронная в конфигураторе. Да, да, да. Все это дело попрятать. Так, тут предохранители живут. Все как обычно, сейчас я... Нажимаем кнопку спрятать фаркоп. И сейчас он будет прятаться. В общем-то и все. Теперь точно так же достать. Вот так это происходит. Все есть, тоже написано по мелочи. Если машина целая, все в прятки, то мы ее запираем. Машина целая. Я сейчас еще пройду с толщиномером, покажу, что она везде целая. Следов покраски я не видел. Если вы не знаете, какой вопрос. Спросите у них, эта машина добавлена в приложение Mi Connect. Это, которое от Мерседеса идёт. Сейчас спрошу. Правда, он не понимает на английском, а мне тяжело на немецком. Mi Connect я сейчас спрошу. Вернее, так, я сейчас осмотрю автомобиль, а потом дополнительно спрошу, подключена ли она к этому приложению. Мы ее резервируем, да, или как это происходит? Мы ее сразу выкупаем. И потом сразу готовят все документы на экспорт. Вот как-то так это будет. Так, сразу дверь открыть. Мы ее открыли, закрыть. Ну, соответственно, тоже она закрывается. Закрывается. 137. 99. На стойках это нормально. Нигде не вижу, что я не сочинялась. Немцы с удивлением на меня смотрят, что же я делаю. Дотяжек здесь нет. Так, сюда дисплей есть, люк есть. Чего? Не. Рука дернулась. Ах, белый цвет очень красивый. Очень. Вот от слова очень. Немцы в сторонке стоят на меня смотрят и наблюдают, что же я делаю. У них очень большое удивление, зачем человек пришел в салон, практически новый автомобиль. И он его просматривает толщиномером. Ну, у нас по условиям договора такое обязательно. А вот для них это просто дикость. То есть я для них сейчас как некая обезьянка, которая пришла и меня смотрят как в зоопарке. Для них это дико. Смотрим дальше. Сто тридцать семь. Сто шестнадцать. Значит, вен-код здесь. Достаем, смотрим. Да, действительно, это так. Ну что, очень даже зачетненько. Интересно, вот здесь вот стопорится на какой-то букве. Я не знаю, как передать, но как щелчок мыши в маке, только чуть-чуть громче и сильнее. Вот где останавливается, на какой букве оно фиксирует. Фиксирует взглядом, а в ладошку, в пальчик оно отдает. Не сталкивался я с этим ранее. Машина полностью обслужена. По машине вопросов никаких нет. Можно, конечно, люк проверить, но маловероятно, что с ним что-то будет не так. Так, красота уходит. Красота возвращается. На проветривание. И очечник. Ну, что могу сказать. Все, включилась батарея. Подключился режим черепахи. Теперь это все дело можно выключить. Пошел я отдавать ключи и пошел я общаться. Анкер. Пай. Очень интересно ехать на поезде со скоростью практически 300 км в час. И при этом анализируя то, что погода за окном. То снег, то солнце, то где-то трава уже зеленее, где-то она еще желтая. Это я с севера двигаюсь на юг. Очень интересно, очень впечатлительно. Быстро меняется пейзаж. Я впечатлен, что сказать. Я снова в аэропорту Франкфурта. Но единственное, что сейчас я сюда не прилетел. А сейчас я сюда приехал на поезде. И здесь у меня пересадка с паровоза на метро. Для того, чтобы дальше уже доехать к месту дислокации, там где мы осели. Ну и, естественно, к самой гостинице. Поэтому эта дорога мне уже знакома. И куда идти я уже знаю. Это несмотря на то, что Франкфурт очень здоровый аэропорт. И тут, ну, много терминалов. Я точно не знаю сколько, но большой аэропорт. Между терминалами здесь ходят либо автобусы, либо же такие поезда на монорельсы. В общем, большой. Вот так вот для того, чтобы посмотреть один автомобиль, который, казалось бы, находится там, ну, грубо говоря, там до 300 км удаленности. Получается, что нужно, если на общественном транспорте, тупо убить весь день. Ну, понятное дело, что нужно было сэкономить еще пару часов. Но я в 6 утра выехал. Сейчас уже начало седьмого вечера. И я еще нифига не в гостинице. При этом потрачено больше 100 евро на дорогу. И, ну, как бы хорошо, что результат достигнут. А если бы не был достигнут, а если бы машина не понравилась, если бы машина была не очень хорошая. Поэтому тем людям, которые говорят, что быстренько можно приехать в Германию купить машину. Да, можно приехать быстренько по предварительной договоренности. Но если что-то с этой машиной окажется не так, то будет это не очень хорошо. Кстати, в одном из своих видео я говорил о том, что чистые вокзалы в Германии все хорошо, нигде ничего не застанно. Сравниваем с Киевом, если кто не видел, оставлю вот здесь вот ссылочку в видео. А оказывается, нет. Во Франкфурте тоже застанные вокзалы. Как-то так. Итак, Мерседес классный. Мерседес принято решение покупать. Все покупаем. Дальше общение с роботом. Рассказывают, что это такое. То есть мы изъявляем желание покупить... Покупить. Купить этот автомобиль. Ладно, пусть будет покупать. Мы изъявляем желание купить этот автомобиль. Мы оставляем заявку. Мы делаем запрос и ждем. Ждем чего? Ждем ответа от робота, что он нам разрешит. Купить этот автомобиль. Он выставляет счет. Мы его оплачиваем. Мы его быстренько оплатили. Нам выставили счет в этот же день. В этот же день мы его оплатили. И теперь сидим ждем документов. То есть по идее мы в четверг оплачиваем автомобиль. Ладно, в пятницу должны прийти документы. В пятницу должна прийти оплата на Мерседес. Делаем такую легкую растяжку на то, что это банки и всякое такое. В пятницу приходят документы. По идее робот должен это увидеть. И отправить кто-то там. В общем робот должен нам отправить эти документы. Мы задавали вопрос какой почтой. Потом будет про почту. Эти документы нам должен отправить робот. Мы очень надеемся, что он их отправит в пятницу. И в понедельник мы их получаем. Быстренько все делаем. Эвакуатор уже заказан. Вернее не эвакуатор, а трал. Трал к нам приезжает в среду. Но я взял один день запаса, так чтобы вот так вот хватило. Все. Оплатили. Ждем. Значит. Проходит пятница. Тишина. Проходит суббота. Ну суббота понятно. Выходной день. Воскресенье это точно выходной день. Проходит понедельник. Тишина. В понедельник вечером мы звоним на Мерседесе. Никто не отвечает. Ну отправили почту. И тут кто-то из местных говорит. Это отправили почту почтовыми голубями. Ну почтовые голуби, потому что очень долго идет. Обычно день доставки в Германии почтой документов происходит вот так. Но. Получилось так, что это получился нифига не один день. То есть третий день мы сидим на изжоге. Начинаем уже звонить. Вечером дозваниваемся в Мерседес. И нам там говорят. Ну я сейчас посмотрю по системе. Ааа. Друзья. Так документы еще в банке. Я стоп нафиг. В каком банке? Эй. Алло. Мы купили машину. Ну. В Германии действительно такое бывает, что автосалоны покупают. Берут займ у банка. Для того, чтобы выкупить хорошую машину. Документы сразу идут в банк в залог. И эта машина стоит в салоне. Продается после того, когда. Она уже продана. Деньги поступили на счет дилера. Дилер отправляет их в банк. В банк должен дилеру отправить техпаспорт. А потом дилер отправляет техпаспорт нам. И вот об этой херне мы узнаем в понедельник вечером. Дилер говорит. Все. Окей. Завтра у нас будет техпаспорт. И мы его завтра отправим. Но по классному стечению обстоятельств. Завтра у них техпаспорта не было. Он к ним пришел только в среду. Ганс говорит. Все. Хрест на пузе буряком. Я вижу в системе. Завтра отправляют Диечелем. Ну Диечелемских голубей я еще не видел. Потому что мы еще долго не видели этот техпаспорт. Ганс нам сказал. Ну Ганс в смысле не немец. В смысле его действительно Ганс зовут. Ладно пусть будет немец. Он действительно нас уверил, что машина, техпаспорт завтра от него уходит. Но он к нам не пришел. Мы понимаем. Первый трал уехал. Все замечательно. Документы приходят в четверг. Если все хорошо. Я знаю где взять еще один трал. Но здесь есть очень скользкая ситуация. Я понимаю, что Мерседес погрузить на трал. И отправить с водителем без меня не получится. Потому что доверенность на меня. Новой доверенности нет. Как сделать так, чтобы я уехал с Мерседесом. Утихариться в нем точно не получится. Потому что человека перевозить в автомобиле тоже нельзя. Улететь я не могу. И мне еще предстоит решить проблему. Как мне уехать в сторону родной земли. В тот момент, когда эвакуатор заберет машину. Но не сможет забрать меня. Общаемся мы в среду. В четверг он обещает будут документы. Но документы мы получили только в пятницу после обеда. Наконец-то свершилось чудо. И долгожданный аппарат. Он уже есть на месте. И в целости и сохранности доставлен. Ни одного нового скола нет. В принципе я и старых не видел. Так, в общем-то, все ровненько. Так, проверяем, что у нас тут. Так, раз, два, три. На месте вроде бы. Так, подарок. Смотрим, что это такое. Какой-то спиртной напиток. Действительно, за, наверное, ожидание. Хотя я предполагаю, что просто в презент. Его выдали. Так, ну, вроде бы все как было. Никаких новых 21% остаток у этого автомобиля по батарее. Значит, по батарее Андрей по дороге где-то подзаряжался. Заряжается эта машина быстро. Она хавает практически 100 кВт. Вытягивает там 97. Вытягивает в себя, засасывает расходу автомобиля в среднем в районе 28 кВт на 100 км. Соответственно, эта машина 400 км не проедет. Но сразу скажу, что он ехал на ней не 90 км в час, а где-то вот так вот до 130 км. Средняя скорость. Да, так вот я к чему рассказываю. Я здесь переставлял, когда машина. Эту машину сюда пригнал не я, а пригнал ее Андрей. Так вот, когда я переставлял, прием, подхват у нее очень интересный, очень хороший. Позавчера выезжал отсюда в М4. Трехлитровый битурбо. По сравнению с этим Мерседесом, тот BMW вообще какой-то каменный век. Потому что вот снизу, ну вообще приема по сравнению с Мерседесом нет. Но для меня такая машина, вот я сразу машину примеряю на себя. Интересная, классная. Но пока не моя. Потому что у меня дикие пробеги. И сейчас маловато батареи. Не знаю. Такое очень двуякое ощущение. Классно, интересно, занимательно. Вот оно будущее. Вот оно уже в руках. Но с таким небольшим запасом хода я пока что-то не готов смириться. Потому что у меня в день бывает запросто больше тысячи километров. И запас хода для меня важен. Поэтому возможно, когда я построю себе дом. Возможно, когда у меня уже там будет электричество. Тогда уже можно будет купить второй дополнительный автомобиль для того, чтобы ездить на небольшие расстояния. Так да, но так я себя в такой машине не вижу, как основная. Ну это так, хотел сказать. Просто метафора. На самом деле уже как-то и настроение поднялось. Уже и веселее. Хоть оно все и затянулось. Хрен знает на сколько. И я уже устал в этой гостинице сидеть. Со мной уже здороваются все. Все уборщики. Я их всех уже знаю. Я знаю уже весь персонал. Меня уже бесплатно кофе поят внизу. Хотя там кофе стоит 3,50. Но мне вот так. Для вас при. Прикольно. Интересно. Но слишком долго. Это можно день-два. Мне очень тяжело сидеть без движения. У меня был момент, когда я 4 дня вообще не выходил из гостиницы. Это была катастрофа для меня. Мне это было так тяжело. И вот сейчас я это уже вспоминаю. Как наверное... Буду вспоминать какой-то кошмарный сон. Когда пойдет какое-то движение. Когда куда-нибудь поедем. Хотя бы сдвинемся с этого места. Ну а сейчас... А сейчас я пока в гостиницу отсыпаться. Под звуки летающих самолетов. Как маршрутки. Устал. Вроде бы ничего не делал. А устал. Устал от ничего не делания. Ладно. Всем удачных выходных. Всем пока-пока. Я в гостиницу спать. Въехал с ДО зарядить автомобиль. Есть в Германии в некоторых местах бесплатные зарядки. Сейчас покажу как это делается. В общем что у нас тут надо 50 киловатт ну. Так. Здесь открыть. Вот эта штука 50 киловатт. Это наша. Втыкаем. И вот здесь нажимаем старт. Сейчас звук пошел. Вот этот звук это хороший звук. Это значит что вот эта зарядка подружилась вместе с автомобилем. Но пока я что-то не вижу чтобы оно заряжалось. Потому как вот здесь идет. Да идет вижу. Есть. Заряжается. Зарядка пошла. 27 процентов сейчас автомобиль имеет зарядку. Ну и время вон 3 секунды. Через какое-то время будет видно на сколько выдает эта зарядка. Ну написано 50 киловатт. Ну значит. Ну я надеюсь 35 она будет выдавать. 38 где-то так. Ну посмотрим сейчас. По стечении времени будет понятно. 1.0.13 киловатт за 25 секунд. Нет. Я думаю что здесь где-то тяжело посчитать. Но прикидываю что наверное меньше 30. Так. По автомобилю. В этом автомобиле можно делать максимальный уровень заряда. Можно делать минимальный уровень разряда. Для чего это делается? Батарея когда заряжается не более чем на 8. 80 процентов электрическая она практически вечная. То есть понятное дело что электричество само по себе ничего не весит. И запас хода он должен быть. Но для того чтобы работала батарея долго и хорошо. И если это поездки все-таки незначительные. То рекомендация как минимум у завода производителя. Хотя я не видел такого рекомендации завода производителя. Но и точно знаю что в рекомендациях к литиевой батарее. Вот если ее заряжать на 80 процентов. Эта батарея будет просто вечной. Здесь есть такая возможность заряжать на 80 процентов. На 70 на 50. Но мы поставим на 100. Потому что это в путь. Это еще неизвестно что нас ждет. То есть план тот который придумали. По перевозке автомобиля. Он конечно классный. Интересный. Гениальный. Но запросто может случиться такое. В общем об этом немножко будет позже. А сейчас мы смотрим на настройки автомобиля. Так. Также так можно ставить максимальный зарядный. То там 6 ампер, 8 ампер. Также можно ставить максимальный. Здесь он стоит максимальный. Время отъезда. Это когда к какому времени должен быть полностью заряжен аккумулятор. Машина сама просчитывает. То есть грубо говоря вечером приходите. Ставите на зарядку. И время отъезда у вас например 8 утра или там 7 утра. И к 7 утра машина уже будет заряжена. До той границы до которой здесь будет определено. То есть это будет либо до 80% машина заряжена. Либо до 100% либо еще что-то. Очень полезная функция. Поезд зарядной станции. То есть вот здесь вот можно запросто смотреть. Что где-то еще в районе 50 метров от меня. Есть еще одна зарядная станция. Есть еще одна через 800 метров. Потом через 1,5 километра. Потом через 1,6. Через 2,6. Через 3,5. В общем я думаю что. Если даже этот бы автомобиль поехал своим ходом. А у нас по договору его нужно привезти на эвакуаторе. Для того чтобы не было сколов на лице автомобиля. Для того чтобы его затянуть в пленку. И он был максимально комфортный. Так вот. Я думаю что если бы я даже поехал своим ходом. То мне бы хватило. Вернее без телефона. Хотя без телефона не уверен. Потому что здесь он работает через интернет. По Германии он будет работать. А так. Ну я думаю запросто можно подключить свой телефон. Сюда как для интернета. И тогда уже видеть где какие есть зарядные станции. Но это уже на самом деле технические вопросы. С которыми я пока еще не разбирался. Основной момент в том что можно смотреть где есть какие зарядки. Так дальше смотрим что у нас здесь есть. Навигация, телефон, режимы. Так это мы здесь только что были. Про это я рассказал. Так расход, подача энергии. Расход. Расход энергии. Рекуперация за последние 90 минут. Средний расход 27,4 кВт в час. Ну это наверное много. Подача энергии. Так сейчас идет зарядка. Он видно как анимируется зарядка. Вот красиво, интересно. На 34% уже заряжена батарея. Приехали мы сюда. Был по-моему то ли 21, то ли 24. В общем в начале видео есть. А, 27. То есть грубо говоря пока я сел. Несколько минут записываю видео. То машина уже зарядилась до 34%. Я думаю, что может быть быстрее. Потому как эта зарядка еще не очень мощная. Так, дальше автомобиль. Что у нас есть в автомобиле? Ага, здесь настройка самой рекуперации. Также это панель сенсорная. Так, ну окей, идем дальше. Сама радиостанция. Носители. Здесь можно подключать. Комфорт установки автомобиля. И вот здесь вот все установки машины. Комфортная подсветка. Как отъезжать должен руль. А здесь я напомню сиденья электрические. Потому что они есть в комплектации электрические. Есть механические. Есть разные. Также здесь электрический руль стоит. Так, окей, идем к зарядке. Что у нас там? В принципе уже зарядилось за эти несколько минут. Так, и мы здесь видим, что за 12 минут зарядилось 7,5 киловатт. 12 минут зарядка, 7,5 киловатт. Ну не так и быстро. Счетом того, что этот машин может принимать до 100 киловатт, то эта зарядка считается такая медленная. Но не суть. Элементы управления, эргономика, коробка передач, старт-стоп. Здесь у нас беспроводная зарядка. Ну интересно, мой телефон сюда влезет. Во многие машины мой телефон не влезает. И сюда он не влазит тоже. Ну понятное дело, что если его раздеть, то наверняка влезет. Ну сейчас попробую. Да, пошла зарядка. Вон беспроводная зарядка здесь работает. Но для этого нужно телефон раздеть. Подлокотники еще 2 USB Type-C. Сижу здесь 15 минут. И зарядку получилось принять только на 132 километра. Это 132 в общем сейчас. А с учетом того, что я приехал не на нуле, запас хода у меня оставался где-то километров, наверное, на 90. Что-то такое. В общем, с учетом того, что оставалось километров на 90, то да, зарядка здесь получена не полностью. Ну, такое дело. Сидим, ждем. До 80 он должен заряжаться быстро, а дальше уже как ветер подует. Ну, дальше от 80 до 100 он уже заряжается медленнее. С учетом того, что на бесплатной зарядке, ну, принято стоять особо не больше часа, потому что иногда люди приезжают, те, которые, ну, совсем пустые. И вот они смотрят на время, которое есть на станции, все бесплатные станции в Германии. То есть час времени вас никто не будет трогать, а дальше будут показывать, что время уже пришло и давайте текать. Так вот, пока никого нету, пока никто не приехал. Я здесь уже сижу, наверное, минут 20. И я сейчас, с учетом того, что меня надо зарядить до 100%, я понимаю, что это может быть запросто больше часа. Сейчас будем хитрить в формате того, что я сейчас отключу зарядку и включу ее снова. Заодно и посмотрим, насколько зарядилось. Так, мы имеем 51% 33 минуты. Так, 51% 33 минуты. Так, нажимаем здесь стоп, закрыть, чпуньк. Вот эту штуку мы вешаем сюда. Нажимаем снова 50-киловаттную зарядку. Выбираем. Засовываем ее. Здесь нажимаем старт. Ждем заветного звука. Прошел заветный звук, это значит, что станция подружилась с автомобилем и сейчас пойдет зарядка. Пока машина заряжается, вот сейчас полностью выключены все системы. Включена только зарядка. И включилась автоматически. Вышло солнышко и в салон нагрелся до температуры выше, чем плюс 20 градусов. И автоматом включился обдув. Обдув, я так понимаю, с кондиционированием. Сидение, что холодное? Ничего, с обдувом? Сидение, да, сидение с обдувом. Тоже продувается. Я как-то... Смотрели целую кучу мерседесов, и что этот с обдувом сидение, честно говоря, просто не придал значения. Так, обдув я выключу, потому что аж прохладно становится. К чему я это? Вот даже вот и на панели все выключилось. А, кстати, на панели, на панели, окей, включись, домой. Ага, нифига, ладно. Включим мы тебя так. Заряд на 182 километра, так, выключись. Выключайся. Значит, он видит мощность этой зарядки и показывает, что через 50 минут у меня будет 100% заряжен аккумулятор. Пока заряжаюсь, подключу свой телефон. Мне интересно послушать качество музыки на этом мерседесе. Ну, конечно, нет смысла в... Хоть в камере Sony классный микрофон, но он точно не передаст того объема звука, который здесь есть, потому что... Ну, это глупо. На камеру рассказывать, какой здесь вау, вы послушаете, какой звук. Нифига вы не услышите, потому что вот объем присутствия звука, он именно вот здесь. О, блин, пришел чувак, вот, который смотрит. Вон, парень пришел. Значит, по итогу что получается? Вот пришел парень, смотрел на зарядку, и он там точно видит время, что у меня есть час времени. То есть здесь первый час никто меня трогать не будет. Но потом, если я вдруг начну наглеть после часа времени, мне скажут... Эй, дорогой, пока сижу, заряжаюсь, решил поиграться с массажом. Массаж тут, ну, не могу сказать, что он суперклассный, но и далеко не такой. Есть здесь несколько массажей. Есть пульсирующий массаж, есть обычный массаж. То есть обычно это он вот здесь по сиденью вот так вверх-вниз бегает, а пульсирующий это давит. Поясничная зона, настройки. Так, что происходит? Ага, надувает ориентировочно посередине спины, если вот так вниз нажать. А если вверх? Ага, оно идет вверх. То есть вот так вот можно играться. Пытаюсь понять, что происходит. Включил режим в салоне свежесть и он, грубо говоря, 10 минут начинает дуть с разных сторон. Я так понимаю, именно для этого нужен вот этот вот ароматизатор, который тут стоит. Это, наверное, своеобразный одеколон духи. Так, тепло. Смотрим, что такое тепло. Приятное тепло благодаря обогреву сиденья поверхностей при желто-оранжевой подсветке. Так, должна поменяться подсветка. Да, подсветка меняется. Поменялась вот здесь вот подсветка. Она была фиолетовая, морская, стала такая огненная. И сейчас, я так понимаю, должен включиться подогрев сидений. Да, подогрев сидений включены, но мы его выключим. Так, дальше что у нас еще имеем? Свежесть выглядит вот так. Нажимаем старт. И идет такой обдув. Сейчас он будет включаться с разных сторон, имитируя, наверное, ветер какой-то. Витальность. Что такое витальность? Стимулирующая воздействие посредством бодрящей подсветкой и активирующей музыки. Музыка. Давай музыку. Старт. Значит, объясню, что происходит. Сейчас мы сделаем это дело чуть-чуть тише. Пошел массаж сидений, пошел обдув сидений. Играет музыка. И поочередно переходит воздух с разных сторон, задувает. Вот такая вот штука. Это винтажность или как она называется. Так, восстановительный сон. Здесь мы закончили. Старт. Так. Очень легкий подогрев сидений включился. Легкая такая музычка, которая, наверное, способствует сну. Под такую музыку, наверное, в театре, если кто-то был не из активных людей. Вот люди, которые активные, и им потом идти в театр слушать. И вот-вот, если есть усталость, то начинают с опускания слюней и соплей. У меня такое было несколько раз в жизни. И вот сейчас мне почему-то вспомнилась именно вот эта ситуация сон в театре. Не знаю, к чему это все, но спать по такую музыку здесь, ну, может быть. Ну, чисто гипотетически, если едешь далеко, где-то нужно минут 20 поспать, чувствуешь усталость, то да. Прикольно. Идем дальше. Так. Завершить программу восстановительный сон. Тренинги. Что такое тренинги? Активация мышц, баланс, расслабление мышц. Ну, давайте начнем с активации мышц. Мы посвятим 10 минут активации мышц. Легкие и точные движения способствуют координации мышц и здоровью спины. Следите за ситуацией на дороге. Прервите упражнение, если того требует дорожная ситуация. За свои действия во время тренинга отвечайте только вы. Вот так вот понятно, то есть это можно делать во время движения. Для всех следующих упражнений необходима прямая осанка. Ребята, в комментариях видел дофига вопросов, почему такую машину не купить в Украине. И у меня есть ответы на все эти вопросы. Я скажу так, даже если вы захотите купить такой автомобиль в Украине, вы его не купите. Если интересно, напишите в комментариях, будет отдельный выпуск про Mercedes E-QC. Что это за такой интересный автомобиль. Сколько он стоит в Украине. Какая разница между тем, как привезти автомобиль оттуда вы сюда. Если интересно, напишите, я запилю еще один видос. И материала будет выше крыши. В комментарии бежим, пишем. Привет, Mercedes. Чем могу помочь? Оставшееся время зарядки аккумулятора. Повторите, пожалуйста. Офигеть. Сколько мне еще стоять на зарядке? Чем вам можно помочь? Позвонить в офис. Выберите, пожалуйста, контакт. Окей, офис Маша. Повторите, пожалуйста. Офис Маша. Набирается номер мобильного телефона. Контакты офис Маши. Так, где он набирается? Ошибка телефона. Проверьте мобильный телефон. Что-то пошло не так. Привет, Mercedes. Чем могу помочь? Включи навигацию. Чем могу помочь? Приехал парень на зарядку. Тот, который подходил, смотрел. У меня... Так, а что у меня осталось? Так, стопы. Я... 10 минут. О, нет проблем. Нет проблем. Окей. И это хорошо? Да. Сколько километров ты двигаешь? 400 километров. 400 километров? 5. 5. Спасибо. Спасибо. У меня другой. Это не проблема. Окей. Его коннектор, он поломанный. И так, здесь сейчас выключить велосовое. Его коннектор поломанный здесь на зарядке. И он показал, что у меня поломанный. Но нет проблем, я подожду. Вот такие вот вежливые люди. Так, хорошо. Сколько же мне осталось ожидать? 14,29, 96%, 14,20. Ой, как я угадал? 10 минут. Еще я заряжаюсь. И, в принципе, потом будет заряжаться электрический смарт. Здесь в Германии я заметил, что люди, которые... Вот особенно на Теслах это видно. Вот водители Теслы, когда идут друг к другу, они все, типа, приветствуют. Вот как у нас ездят мотоциклы, мотоциклисты левой рукой поднимают. То здесь точно так же водители Теслы всех приветствуют. И народ в Германии, в принципе, он весь такой любезный, весь аккуратный. Хотя иногда встречаются и редкостные сволочи, но это бывает крайне редко. В основном народ очень любезный. И вот люди, которые ездят на электричках, они... Ну, мне не попадались еще грубияны откровенные. Поэтому, возможно, будущее это как раз вот близко к тем людям, которые вежливые. Хотя могу ошибаться. Он уже написал, что 100% будет уже в 14.32. С учетом того, что я стою больше немножко 10 минут, чем я обещал парню, наверное, мы пока скажем стоп срядки. 99% это и так нормально, а дозарядимся уже где-то в другом месте. Ну, как, ну, просто банально неудобно. А, так парень заряжается. Можно было бы и стоять, окей. Здесь закрыть. Старт драйв. Не слышно звука двигателя вообще. Слышно брусчатку. Шумоизоляция у нее... Я знаю, как ехать по брусчатке на разных автомобилях. Поэтому здесь еще очень хорошая шумоизоляция. Неплохая проекция. Неплохая в том плане, что она, ну, достаточно яркая и ненапрягающая. То есть видно, что едем 38 км в час. Разрешенная 50. Руки на руле. Так, и расход. Вот старт у нее, с учетом того, что я не стартовал, у нее был до 50 кВт. Остановиться. Здрасте, приехали. Это монитор передний. Для чего? Ух ты, как интересно. Видно красный свет. А я, кстати, для того, чтобы мне посмотреть на красный свет, на светофор верхний, мне надо нагибаться. А здесь его видно тихо, спокойно. Очень удобно, очень. Ну, как бы я вижу еще и по сторонам красный свет из салона. Но верхнего света красного мне не видно. Я хотел рассказать про поворотники. Желтые, поехали. Беда заключается в том, что в электромобилях очень сильно клацают поворотники обычно. А вот здесь вот я не слышу, чтобы сильно клацали. Так, а что у нас? Рекуперация есть или нет? Оно отпустить. Ух ты, аж, аж, аж тормозит. Ладно, есть рекуперация. Поехали. Рекуперация здесь выставляется лепесточками. То есть вот лепестками можно сделать больше, меньше для комфорта. Ух ты, а что он не останавливается, как другие машины? Ага, здесь недоступно управление одной педалью. То есть, например, как в BMW, как в Leaf, такой вариант не влезет. Здесь, не, как бы, может быть, конечно, можно поковыряться в настройках, но он останавливается, но он не полностью стоит. То есть он не, он катится дальше. Здесь нету полного эффекта остановки. Вот сейчас, сейчас пропустим таксишечку. Обтормаживается он очень хорошо. Вот красный свет сейчас как раз. Сейчас посмотрим, остановится он полностью или нет. Я убрал педали. Ногу с педалей. И он все равно катится. Он полностью не останавливается. Сейчас идет 20 киловатт потребления. Вот сейчас. А средний за поездку у меня 29. Так, оно работает ли здесь помощники? Сейчас посмотрим. Вот я руки убрал. Впереди. Впереди. Сработало. Сработало, как ни странно. Хотя моргает на приборке. Возьми управление в свои руки. Я пока не беру. Загорелась большая штука. Убери управление в свои руки. Пошло звуковое. Но пока едем прямо. Пока едем. Пока сопротивляемся. Пока больше всего я увидел в Volkswagen Tiguan. Что оно едет. А потом, когда уже критически, наверное, машина понимает, что водитель заснул. Он просто берет так хопа и тормозит. Здесь пока ругается. Вот легкий поворот. Но он все равно при этом поворачивает. Достаточно долго едем уже без рук. Включенный круиз на 50. Все. Он сбрасывает скорость. Он останавливается. 316 километров остается. Наверняка, если заявлено, что он едет 400, то он должен ехать 400. А при каких условиях, ну это уже такое дело. На сегодня все. На сегодня Мерседес отдыхает. На сегодня стоп. Самое тоскливое в ожидании, это вот само ожидание. Как дождаться завтрашнего дня и как уже уехать. С учетом того, что тут две недели ждал этого дня. И тут вот он настал. И уже как-то очень тяжело. Ну имеется в виду очень тяжело. Дождаться этого момента, когда уже действительно сядешь. И начнется движение в сторону родной земли. Тяжело, конечно, когда не попал к внуку на день рождения. Когда не попал на юбилей к дочери на день рождения. Ну ничего страшного. Я думаю мы приедем и я их поздравлю. Хотя это не будет в общем таком большом семейном кругу. Вот оно, свершилось чудо. Вот наш автопоезд, на котором поедет автомобиль. Ну а вот, собственно говоря, весь автомобиль. Сейчас экстренная загрузка и... И в путь. Выехали с Франкфурта. Выехали на автобан. Едем. Ну вот теперь уже нужно рассказать, почему я еду на Audi, а не на Mercedes. Ребят, поездка получилась настолько насыщенной, что в одном видео всего не рассказать, не показать, ну не получится. Поэтому, почему я оказался на другом автомобиле, об этом в следующем видео. Вам огромное всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дороге. Всем пока-пока. Теперь еще зрителю надо как-то объяснить, почему я не могу сказать цену на Mercedes, когда сначала она была озвучена, а потом дядя позвонил и сказал, что нафиг, никаких цен не говорим в очередной раз. И получается очередной раз видео будет без цены. Ладно, как-то выкрутимся.